того времени. Да, ну давайте начнем с того, что все-таки последняя точка зрения мне крайне близка, я бы ее описал как вульгарный историцизм, историзм, вульгарный социологизм и прочее. То есть Аристотелю ценен именно потому, что он величайший политический философ, и мы его читаем сегодня потому, что он сказал нечто великое, то есть поставил вслед за своим великим учителем, Батоном и старшим другом, поставил вечные вопросы, или по крайней пример, попытался дать на них вечные ответы. То есть важность Аристотеля в том, что мы можем его принять, и в этом вообще ценной древнегреческой философии, особенно политической, в том, что мы берем этот трактат и понимаем, что он задает некоторые рамки для анализа и размышления до сегодня, грубо говоря. Вот, ну мы может быть сейчас коснемся этим чуть попозже. термины, которым мы сегодня апеллируем в нашем политическом дискурсе. Какие? Демократия, олигархия. В нашем политическом дискурсе этот термин не совсем популярен, но в США это один из основных терминов, в котором просто используют вопросы для того, чтобы пригвозить оппонента тирании. То есть просто берете, называете, вы тиран, и все. Это для западной традиции просто одна из, начиная с Платона, Ксенофонта и Аристотелем в этом отношении, поддакивают и поддерживают их. То есть все те вещи, о которых он говорит, они актуальны, потому что он, ну давайте воспользуемся вашей терминологией, дает ячейки, то есть некоторую систему элементов анализа, с помощью которых мы просто как бы сегодня говорим о политических вещах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова